Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Любой человек в плане своего роста, он уже все имеет внутри себя. И если он оказался в правильной среде, то эта среда помогает ему раскрыться. В моей семье тема религиозности, она никогда не затрагивалась вообще. Это была своего рода запретная тема. Я понимаю, с чем это было связано сейчас, потому что семья моего отца была очень жестоко репрессирована, как семья Кулаков. А с другой стороны, со стороны мамы, ее отец работал в НКВД, но он занимался строительством. Соответственно, там тоже была эта тема табуирована. Единственный раз, уже будучи подростком, я отца спросил, Бог есть или нет? С такой подростковой провокацией. И отец мне ответил очень интересно. Вырастешь, сам все узнаешь. Я уже закончил школу. Закончив школу с медалью. Я был единственным ребенком, который даже не пытался никуда поступать. Причина была очень простая. Я не очень понимал, чего я хочу. Вы знаете, наверное, какое-то было ощущение, собственно, еще не... Незрелости, того, что ты еще не готов вот в эти 17 лет взять ответственность за направление твоего будущего профессионального развития. И вот в такой, знаете, какой-то межвремени, что ли. Одно прошло, одно закончилось, другое ощущение началось. Приезжает крестная моя в будущем. И говорит, а что у вас вот он некрещеный? Поэтому он так часто болеет. То есть меня крестили... Я вообще не понимал, во что меня крестят. Через несколько дней я прихожу в церковь. Подхожу к какой-то бабульке и говорю, вот меня тут на днях крестили. А что теперь дальше? Она мне говорит, ну как, надо теперь исповедоваться, причащаться, ходи в храм на службу, поститься. Я говорю, ага, ну хорошо, ну давай теперь по порядку начинай, что это такое. И с этого момента началось воцерковление, начались регулярные участия в богослужении, в таинствах церкви. При том, что для меня церковная среда, она была абсолютно неблизкой. Потом была поездка в Троицерго в Лавру. Я помню, что я был насквозь продрогший. И когда зашел в Лавру, как говорится, зуб на зуб не попадал. Но как только я переступил порог Лавры, я вдруг ощутил какую-то необычайную теплоту. Как будто ты просто вошел в пространство сильно согретое кем-то. Я очень удивился. Вот этот первый визит в Троицерго в Лавру для меня сыграл какое-то решающее значение. Я понял, что я хотел бы быть здесь. Я хотел бы поступить в семинарию. Как тут оказаться в этом месте? Что, собственно говоря, через год и произошло. А в то время, это 90-е годы, в 90-м году я поступил в семинарию. Конечно, уровень образования был несоизмерим с тем, который сегодня. Сегодня это фактически университетское высшее образование. Тогда это было очень все по-домашнему. Программы были другие, учебники или конспекты, их так называли, были совершенно другими. Но люди, которые преподавали, они больше рассказывали сами собой, чем по тем книжкам. То есть это был опыт прикосновения к какой-то глубине человеческих душ. Это было, знаете, как к очень захваске высокой концентрации. Вот ее много не может быть. Но даже небольшая часть этой захваски, она человека очень сильно меняла. И по сей день, конечно, выпускники Московского духовного семинария, Академии, монашествующие из Лавры, они все равно несут в себе вот эту какую-то особую тональность. Когда после второго курса Академии я женился, уже сам ритм жизни, самообразование, сама среда, к которой я привык, ну, естественным образом стали уже подталкивать к тому, чтобы писать прошение, рукоположение, сначала дьякон, а потом священник. Для меня это не было каким-то таким решением, сложным, тяжелым. Оно как-то, естественно, органичным образом все потекало одно из другого. Но было странно. Наверное, тогда уже пришло понимание того, что раз ты столько как бы отучился, вот уже весь целиком интегрирован в церковную систему, ну, странно на что-то другое использовать этот ресурс. А потом было событие, которое определило мою всю дальнейшую жизнь, когда меня ставили преподавателем после окончания Академии. Я стал преподавать основное богословие. Мне сложно сказать, что было бы, если меня не оставили бы преподавателем в Академии. Очевидно одно, что мне было бы очень сложно быть просто священником без погружения вот в это пространство богословия. И причем богословие не исключительно научного, а богословие как способности осознавать и транслировать опыт личного богообщения в тех системах языка, которые приемлемы для других людей. Но благодаря преподаванию, поскольку ты оказываешься в ситуации, что надо суметь донести до студентов то, что ты сам понял, а поскольку ты сам что-то явно еще не до конца понял, то в процессе донесения студентов заодно и сам поймешь. И вот происходит такое постоянное взаимодействие со студентами. Студенты молодые, они иногда бывают достаточно дерзкими, они могут и не соглашаться с преподавателем, они могут и спорить, они могут и высказывать какие-то другие мнения. Ты должен, соответственно, защищаться, ты должен искать какие-то другие объяснения или другие основания. Все это очень хорошо развивает. И вот это очень академический подход, что есть разные взгляды, есть разные подходы, есть разные школы. И ты сам должен для себя понять, что для тебя ближе, что для тебя понятнее. А почему эта позиция имеет право на существование? Академия в этом смысле достаточно долго была не идеологизирована. Она могла позволить себе роскошь видеть какие-то вопросы, какие-то проблемы не в русле общего, так скажем, тренда. Мне кажется, самое главное, что мы можем сделать в отношении будущих священников, это дать им некую тональность, в которой они увидят, что можно расти и развиваться, и можно находить самих себя. Понятно, что в духовной школе этому в первую очередь служит участие в богослужении. Но сам дух духовной школы оказывает гораздо большее влияние на формирование человека, как будущего пастыря, большее, чем лекции и чем формальные знания, кто он получает. Смысл у каждого человека только его... Может быть, получен только им самим. Точно так же и диалог с Богом может начать только сам человек. Вы знаете, я глубоко убежден в том, что для того, чтобы быть хорошим священником, не обязательно мыслью постоянно вращаться в высоких богословских вопросах. Потому что все-таки богословие, оно прежде всего рационально. В богословии мы пытаемся, мы учимся посредством слов описать то, что в принципе словами не описывается, неописуемо. А у священника есть возможность прикоснуться к инобытию не на уровне ума, не только на уровне ума, но на уровне целостного бытия, в котором работает и чувство, и переживание, и воля, и осознанность, понимание того, что происходит. Но вот в этом интеллектуальная сторона, она не первична. Все-таки человек — это удивительная целостная природа. И здоровое состояние человека, духовное здоровое состояние — состояние целостности, где ничто не доминирует, где вот эти все стороны человеческой души, они органично взаимодействуют, поддерживают одна другую. Поэтому когда человек любит другого, у него все вот устремлено к этой точке, да, и мысли об этом, и желания, и интерес, и устремленность воли к этому. Так вот, к человеку, который любит Бога, у него точно так же все его стороны души, они тоже устремляются к нему. И от него получают свое освящение, свое развитие, свою поддержку. Они становятся как-то качественно другими. Я думаю, что счастье священника в том, когда он видит, насколько хорошо ему удается не мешать Богу действовать там, где священник мог бы ему помешать. В общении с прихожанами, в общении с членами своей семьи. Ты перестаешь как бы заслонять собою вот это действие, эти токи божественной силы, божественной благодати, которой Бог присутствует в этом мире. И от этого, когда это происходит, действительно, это, к сожалению, не часто происходит, вот тогда священника охватывает очень глубокое чувство правильности всего, что происходит. и самое главное, наверное, о правильности твоего положения в том, что происходит. я уверен, что FELT что-то я могу доставить. ОТОР лишь в ходе следующейين Санкт-Петербурга в киломайзере но это не просто. Продолжение следует...